господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 548 события дня деяния 18 но вы примите силу когда сойдет на воздух святой за 13 июня 2017 года какие события местного характера не вселенского масштаба у меня замысла восстановить порушенные бобрами это первый мостик называемый там мостика никакого нет раньше мост был остались столбы белая видно что вы здесь и они вымачивались как правило это деревья рубили зимой в них и вся смола была и стоят столбы как будто вчера поставили им больше ста лет и и стоят где в воде уровень пожил поднижается повышается они как стальные рассказал их не трогать нам это как сумеем сделать ну для этого нужно свои замерил какие забивать их а забивать кувалду в 20 сантиметров толще диаметром удастся не удастся это в воде надо будет стоять и там в воде хоть немножко вырыть чтобы весной их не вымыло мы сколько надо ну таких свайна додумаю 120 посчитал нет наверно под 160 потому что дальше надо продлить будет и вчера мы работали позавчера после обеда а вчера до обеда еще часа два захватили вот в лесу работали володя с никитой я договаривался с ереми барабаш и он три рейса сделал сейчас не знаю их надо нам застрять мы пилили я вас романом малышом у меня в жизни было что с кем-то работал сам я не умею пилить но и так быстро работать как он нет я говорю как у тебя так получается только подставил и дерево нету пилота своем это на повышенной скорости то есть он разбирается чтобы так быстро я не знаю на секунды буквально и дерево нету но дерево тоже небольшое допустим 15-20 меньше даже сантиметров но очень быстро а я спала с меркой стою метр семьдесят и по метр семьдесят он их все напилил и главное вывезли что ценно теперь надо думать как их заострить сегодня сумеем это потом ошкурить и вывести на месте там обработкой промазать и тогда можно заказывать будет бульдозер если бы были большие валуны мы или какие-то там плиты такие заложить так чтобы весной то не большой идет поток воды я-то думаю там какая мелочь сам строитель это все год вы мы не знаем пока как только на весну дальше все понятно если бы не весенний паводок вот который с таким бурно идет вода и все вымывает у нас материала то нету не чем никак если даже сделать каким-то образом бы закрепить да это невозможно то были бы какие-то железные плиты или бетонные их так сверху положить чтобы вода шла сверху ну ничего нету пока неизвестно и вот материал интересный почему наши святыни всегда удачный пример для подражания прямо так зарядите послушайте что говорит священник правильный говорит притом говорит правильно вот я показываю поздравительная а сайт к истине называется ванна к истине по-русски и к отдельно к а у меня тоже к истине но вплотную по-латынски это сайт максима степаненко и он поздравляю вас с днем рождения примите самые добрые пожелания ну как я могу не принять вот на максима там что-то говорят то другое он против вас это вот это возьмите во внимание так а дню рождения он 10 июня у меня был субботу божией милости и благословений радуйте всегда в господи филиппийцам 4 4 с уважением максим степаненко это все владислав в ручках материалы разные собрал я их выставляю тоже все материалы эти то что о чем я говорю о чем книги у меня написаны он говорит священники окончившие академию накапливают знания но бога познания они не знают а бога познания за и тот кто молится вот я все время говорю как у меня эпиграфом стала псалом 118 164 сих семикратно в день прославляем тебя прославляю тебя за суды правды твоей молиться все время молитесь вот у нас то бывает работаем раз кончили помолились опять за работу бога познания знает тот кто молится молиться ночные молитвы и так постоянно у нас даже сейчас я не могу ничего выстоять здесь такое положение как в степи буквально находимся и какие-то эти деньги платят я так заплатил приехал тысячи рублей никите чтобы он сделал чтобы у меня на два месяца было не знаю как это все сделать лучше и у него тут утром звонит общая молитва там не могу ничего отвечать и скайп не выхожу из-за денег потому что высчитывает и много там у меня безразмерно барнауле то бога познание это есть бога общение и соблюдение закона заповеди блаженства это имеет необязательно богословие какой толк что ты доктор богословия а не молишься знание бога познание две разные вещи и расхимонах самсон сиверс видите вот как он выразил как будто бы то это мои слова и об этом говорю разговаривать им ничего не знают совершенно я всегда подчеркиваю живое общение живого человека живым богом я молюсь разговариваю с богом и получаю просимые буквально на каждом шагу и это всем понятно которые рядом здесь рядом ну я не буду уже перечислять все события даже вот здесь приехали и в любом это понятно помолились вдруг дверь открывается этот человек стоит как будто по воздуху кто его принес отец сарафим рос отмечал что подлинных богослов не сыскать не в православных академиях не на престижных богословских конференциях их можно найти в глубинке да и не станут они величать себя богословом меня тоже величать богословом там то другое никакой они богослов какое богослов богословы святые отцы я богослов симеон новый богослов все равно и не считает дело свое передачи святоотеческих традиций чем-то особенным большим нежели просто верности святым отцам но именно эта верность это смирение и отличает носителей истинной традиции православия именно этих черт и не хватает самым известным именитым сегодняшним православным богословом и романах дамаскин крестинцын вот что к этому добавить сбывается слова христово в последние времена обрящет ли сын божий веру на земле науки есть академии есть есть кандидаты магистры доктора богословия правосмех да и только случись с этим богословом какая напасть и оказывается что у него даже веры нет не только богословия господь проверяет веру трудных обстоятельствах болезни где-то один заброшенный в тюрьме в лагере случись с этим богословом в кавычках какая напасть и оказывается что у него даже веры нет не только богословия я встречал таких докторов богословия а сомневается он был ли на земле христос не выдумка ли это не были им подобной мифологической какого света ожидать от этой тьмы святой игнатий бричанинов и в православной церкви есть богословы которые следуют стопами еретиков находя что евангелие недостаточно сильно чтобы устоять и защититься под натиском мирских бурь им импонируют еретические мысли и еретические методы всей душой они сертиками но внешне они православной церкви так просто ради содержания за ее счет вот эти миссионерские отделы самое смешное и страшное никогда никому не удавалось создавать их или пытаться не надо это от лукавого миссионерские отделы ну где вы их нашли в какие времена не появились христос их основал нет он посылал подвое и когда когда исполнились духа святого исполняя духом святым и шести по планете вот мы ездили от владивостока до лиссабона фактически двое но шофер третий собака четвертая мы везли миссию ответы на вопросы беседы все бесплатно это недоумки которым все по ту сторону изгороди кажется лучше умнее даже конфессионально смешанное богословие языческая христология такие богословы не являются носителем православного сознания и православной совести они лишь больные органы тела церкви истинными носительным православного сознания и православной совести является народ монашество и приходское священство святитель николай сербский вот так что на этой можно сказать ну далее показать наши ресурсы чтобы знали это самое такое больше всего общения по нему идет мой мир mail.ru тут же показано почта где я тут у меня написано кессии 2 mail.ru вот тут я в шапке есть другая страница где с голуби там не писать а просто контрольные модераторы сделали далее православный форум игноте лапкин 1600 тем мы православный видеоканал открытым ухом о свете библии еще нового не выставляю выставлять закачка идет здесь невозможные будет ли в других местах другие места я отсылаю куда здесь какие события мы же снимаем все время но считаю мы уезжали в субботу мы и дальше что там было последнюю неделю и нигде нету еще никто не ставит там не знаю какая причина техника у них не работает но ничего и нету нету показать наш ресурс утренние совместная молитва прочее самый большой первоначальный был это во свете библии православный библейский сайт и здесь самое ценное я так считаю могу доказать это 4124 ответа по темам 55 тем мы сейчас мы касаемся темы война помаленьку оттуда выщипываем по вопросу добавляю эти ответы которые я давал университетах воинских частях в милиции радиоканалах разных там я вел три радио передачи в неделю вопрос 1471 пятый том открытым оком почему первые христиане были так открыты не патриотичник своей исторической родине они же были евреи а во всем ветхом завете только и считаешь про войны как они умели воевать захватчиками особенно видно в книгах маковейских что ли было это или почему же нигде ни слова в новом завете о том что апостолы заботились о свободе своей родины которая была под властью римлян сегодняшние священники ратуют за великую россию приятно это слышать и войну были патриоты и патриархии призывали убивать оккупантов или я неправильно что-то поняла ответ вы поняли правильно тут ответил он кажется что было это ну пока прочитайте это не буду то считать покажу так вот видишь как местописание привожу здесь а потом сравните с тем как учат сегодняшний ура патриоты в рясах они же и близко не стояли к апостолам если охота воевать убивать то причем тут евангелие недавно прочитал одну статью я и вам принес это я в университете выходит говорю считаешь видишь перед собой этого вояку с кадилом он еще и шагу не сделал по направлению ко христу а только рукавами широкими ветер гоняет и пустоту разводит по печатным органам если бы с таким сподобиться перед слушателями побеседовать он же с перепугу что там с ним делается православие армия в россии солдату надлежит быть здраву храбру правдиву благочестиву молись богу от него победа чудо богатыри бог нас уводит он наш генерал александр васильевич суворов вот видишь как защита отечества долг перед богом и людьми психология русского воина воинская доблесть наши победы всегда строились и даже строится на силе духа наше государство создавалось и креплой силой народного духа величием подвига миллионов людей и щадивших живота своего во имя родной земли церковь православная на протяжении тысячи лет ковала несгибаемая дух несгибаемый дух русского патриотизма и ее зримый образ присутствовал во всей истории нашей мегастрадальной родины так если оглянуться на путь пройденной россии можно увидеть что церковь внесла неоценимый вклад в победы которые славой нашей родины ее народом являются церковь православная освещала дело отечества как религиозный дом каждого способного носить оружие это наша церковь давала напустие дружине святого благоверного князя александра невского это она вдохновляла верность донского героя великого князя димитрия на поле куликовом где страшная сеча с ордой решала быть или не быть святой руси все самобытной культуры сколько вот здесь этих словах напутано святая она не была и самобытной культуры ни одного слова евангельского нет благословенные на побоище сергием радонежским монахи пересвет и ослябе были живыми символами слияния веры и силы у которых из оружия было одно копье а из-за успехов только монашеская схема когда выходили на единоборство с агарянским злочестие злочестие во главе с челубеем но за то что их и размонашил пошли воевать они преданы анапиями по канонам понадобили вместе с сергием все кончилось бы больше на него не ссылались во времена смуты церковь удерживала нашу отчизну от распада и подвигла кость муменина и пожарского на жертвенный подвиг а русских ратников на борьбу до победы с крестом в руке под свист японской шимозы священники поднимали в атаку преданная и смертельно уставшая рота под мукденом и порт-артуром во время великой отечественной войны всеми было осознано что надо открыть те уставшиеся уцелевшие храмы молить бога о победе ибо уже не на что было надеяться кроме как на помощь свыше и сталин тоже это понял нет русского православия нет победы такими яркими примерами церковь трудный для россии сейчас делом доказала свою верность за 70-летний период богоборчества наш народ хотели сделать быдлом без высоких божественных идеалов которые являются спасительным для каждой души эти идеалы остались являются отличительной чертой народа и его армии все безбожий человек говорит ничего евангельского нет я как священнослужитель говорю лишение религиозно-нравственных опор национального самопознания религиозно-нравственных опор пагубно сказывается на жизни народа и армии тем которые понимают это в армейской среде трудно справиться с захлестывающим потоком иных ценностей не свойственных природе русского человека во главе этого стоят люди которые пытаются называть себя патриотами но жизнь реально расставляет заставляет признать что клянущиеся в любви к родине и матушке и одновременно отвергающие православие любит какую-то другую страну хотя в принципе вполне можно допустить их личную благонамеренность и честность но надо все же ясно понимать такой путь ведет в тупик сейчас мы часто являемся свидетелями великой отрады духовного пробуждения видим как робко делаются шаги к православию воинских частях и подразделениях строятся полковые храмы и часовни принимают святое крещение молодые солдаты поддерживаемые своими командирами которые прошли боевую школу в горящих точках с верой к нам возвращаются утерянные знания вера стержень подготовки работы над телом работы над душой и работы с духом солдат духом солдат на все это было известно великим полководцем в числе которых любимый своров твердо держался убеждения что наша армия будут сильны только благочестием и веры и бога он жизни воплощал этот взгляд на свои деньги строил храмы преподавал солдатским детям закон божий учил солдат молитвам сам пел на клиросе составил покаянный канон всемилостивому спасу спрашивается что в италии ему было делать там чертов мост и прочее сколько душ то он погубил тот суворов плоды суворовской школы точно такие как и русского адмирала пьёдора ушакова причисленного за его благочестивую жизнь клику святых русско-православной церкви для нас является вдохновляющим свидетельствами славных побед и вечного почитания какое вечное где он федор мы его причислили ну и что из этого да у бога то все по-другому на примере лучших сынов нашего отечества воочию убеждаешься что православие для на русского народа не религии а образ жизни наше будущее в прошлом любил говорить печальник за землю русскую метрополит санкт-петербургский ладожский и ансныщу лишь церковь поможет русскому миру восстановит былую славу нашего воинства необходимо воссоединить русскую армию с православной церковью ибо на земле нашей они друг без друга существовать не могут на руси христолюбивое воинство из церковь из древней повязанность братством бранным братством повязаны слова то все из уголовного кодекса воин крепил телесную сталь монах ее засевал молитвенными трудами чтобы произрос из нее росток духа христианского и армонах никандр речкунов исполняющий обязанности наместника богородицы казанского мужского монастыря села корабей никого газета мы вместе клуба ветеранов локальных вооруженных конфликтов номер один а 23 февраля 2003 года дальше я поясняю здесь столько несуразицы столько бреда слепотствующего не исцельно что и опровергать по частям не решишься надо новую книгу писать ни звука ни мысли христианской нету и все это выдает такую такой надутой форме в такой обертке что и сам вояка сей видимо самому себе понравился как он ловко всех напугал и победил не выходя из монастыря попрошу обратите внимание только на выделенные мной его слова слова совершенно не из библии вот такое дело можно было еще один стих ну ладно пока на это